Привет! Делала видео сегодня о некоторых продуктах KIKO, которые у меня не так давно появились и мне они понравились. На некоторые я вам еще не делала свочи, на что-то уже делала такой мини-отзыв, но я думаю, что вам будет все равно интересно. На мне тинт, тоже, кстати, KIKO, я совершенно не специально это подбирала, этот тинт из осенней коллекции прошлого года. У него, кстати, такой аппликатор, как копыта какого-то животного, но очень им удобно прорисовывать. Мне кажется, что качество съемки какое-то странное, нет? Если вам кажется, что странное, то напишите, пожалуйста. Я совершенно не могу понять, что же случилось. В общем, начнем с первого продукта, который сейчас на мне. У него был очень интересен, поэтому я решила его попробовать. Я пробовала уже подобные спреи от Скандиневия, но вот KIKO еще не пробовала. И вот сегодня он на мне первый раз. Вот такой вот спрей для макияжа. Вот такая вмятина на нем. Фактически держите его от лица на расстоянии 20 сантиметров и пшикаете несколько раз. И это вам, в принципе, должно продлить ваш макияж. Ничего не могу сказать. Даже когда я сразу же пшикала и сразу же посмотрела на себя в вверху. Разницы никакой между тем, что было раньше и что стало после пшикания, я не увидела. Но, в принципе, никаких разниц и в плохую сторону я тоже не увидела. Поэтому я думаю, что-то, наверное, он делает без понятия. Кстати, если вы видите много разницы между лицом и шеей, разница действительно есть. Потому что я нанесла вот этот вот BB Cream от Clarins. У меня вот такой вот маленький он, 15 миллилитров, и это медиум. И он такой темный, он у меня действительно темный. Мне пришлось это еще перекрывать потом хайлайтером, пудрой, хайлайтером, корректором для кожи трехцветным от Shiseido. И потому что это действительно слишком-слишком-слишком было темно как-то и... Вот. Теперь перейдем к моей любимой части косметики, к теням. Вот тени я уже вам показывала, но, по-моему, без свотчей. Сейчас я вам покажу вот эти вот тени. Это... Упали. Это обновленная линия Kiko, Kiko Smart. Они вот такие маленькие, очень-очень маленькие, компактные. Несмотря на то, что они очень маленькие, здесь 1,8 грамма. То есть это даже очень неплохо. Это достаточно большой размер, потому что сейчас марки делают даже там 0,8 грамм. А здесь 1,8. Вам он кажется белым, скорее всего. Просто белым. Извините, средний палец. Здесь его видно, что он не совсем белый. А точнее, он совсем не белый. Он золот... Это золотая белая такая пудра. Белая... Белозолотая пудра. Если вы знакомы с продуктом от Нарс, который называется Альбатрос. Это один из их бестселлеров. У меня он был, но что-то у меня он как-то не очень мне понравился. И насколько я помню, то саму пудру, само качество пудры, оттенок пудры, вот эта вещь и очень, и очень, и очень на него смахивает. Я вам сейчас еще раз сделаю на пальцы и сейчас попробую сделать еще сводч. Когда я смотрю на него просто так, то это белая пудра с золотым отблеском, довольно-таки явным. Я не знаю, что вы будете здесь видеть. Я очень надеюсь, что вы будете видеть то же самое, что и я. Очень красивая вещь. У меня он сегодня в качестве хайлайтера. И одни тени я нанесла еще в качестве румян. Вторые тени, которые у меня в качестве румян, это вот такие вот тени, тоже Kiko Smart. Пересмотритесь ближе. Да, кстати, я не сказала, это номер 01, а это номер 15. Пересмотритесь ближе. Это розовые матовые тени. И блескушки я не вижу, я не вижу, какого цвета вы видите на экране, но на самом деле они фиолетовые. Вот так вот это все выглядит. То есть вот такой вот матовый оттенок. Вот он здесь. Действительно такой матовый, матовый, матовый. И выглядит это... Эти близкушки на щеках, они, конечно, осыпались у меня прям сразу. Но я... Вот здесь видно эти близкушки. Я носила их на... На глаза, на веках. И я, конечно, их на праймер. Не совсем на праймер, это не был праймер, это, по-моему, был Paint Pot от MAC. Не помню, в каком оттенке. И эти близкухи в оттенке... Эм... Оттенки... И эти близкухи абсолютно совершенно замечательные у меня. Продержались весь вечер. Весь, весь, весь вечер. И вот такие вот еще тени. Матовый, красный. Номер 14. Сейчас я вам покажу их. Фринни палец, пардон. Они гораздо светлее, чем те же вот Gribbit A, Nars, Narsовские румяны, которые у меня тоже есть. Красные. Это такой более разбавленный красный оттенок. Матовый оттенок. Тем не менее, сам этот оттенок, он довольно мягкий. То есть, это не такой вот прям плоскоматовый, который вы потом не сможете никак не растушевать, ничего. Не как-то он у вас будет осыпаться, нет. Абсолютно нет. Очень, очень красивый оттенок. Мне тоже нравится. И последняя вещь. Последняя вещь, это просто красота неописуемая. Номер 09. Если вы знакомы с одним из бестселлеров марки Lancome, тени, которые называются Erika F, то вот это вот... Какая-то коробка там упала. То вот это вот, это, скажем, немного менее зеленая версия Erika F. И совершенно гораздо более мягкая, чем Erika F. Потому что Erika F у меня была. И очень-очень красивая вещь. Но пользоваться ею иногда было довольно трудно. Потому что все-таки немного такое, знаете... Я не скажу комочками, но текстура под пальцами слышна была. А здесь просто как масло. Я надеюсь, что... Я все переживаю с тем, как это вы все видите. В каком оттенке. Просто здесь опять я немножко поставила по-другому лампу. Я надеюсь, что вы видите цвета без фальши. По-моему, без фальши. Ну, посмотрим. Посмотрим потом. Вот. Очень-очень красивый оттенок. Собственно, вот это вот те обновки кикла. А, и покажу вам уже, ладно. Вот еще это тоже одна из обновок. Из той мега большой кучи всего, что я купила. Я показывала где-то, может, месяца полтора назад. Вот там были вот такие вот тени. Тени, которые называются Click System номер 410. И это такой прессованный глиттеро-шиммер. Но это очень такой мягкий. И они у меня разбились. Я их спрессовала пальцем обратно. Убрала там часть. Выкинула. Чтобы... Потому что я начала спрессовывать. Оно все у меня посыпалось из коробочки. Короче, и ЮНИ Химик. Вот. Вот такая эта красота. Посмотрите. У меня сейчас они на глазах. Их можно растушевать. Я надеюсь, вам это видно. То есть это такая серая база. И она очень-очень живая. То есть вот вы руку поворачиваете, и цвет просто играет всеми своими близкушками. Очень-очень все красиво. И таких теней у меня несколько. Есть еще такие красные. Есть еще такие зеленые. Есть, по-моему, такие бежевые. Это, кстати, бежевые. Они самые... Хотя, казалось бы, да, все-таки бежевый цвет такой универсальный. Ну, вот, по-моему, они самые какие-то неинтересные. Потому что как-то они... Как-то не очень мне они. Вот. На этом, наверное, все. Это были все мои киковые обновки. Я сейчас сниму видео об обновках моих лаковых. У меня есть несколько обновок. Лаковых, наверное, штук 10-12. Я их нарисовала на ромашку. Буду вам сейчас показывать. Вот. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok